Ну что ж, с новым всем привет. Продолжаем проходить сюжет лонгдарка и нам нужно выбираться снаружи. Скорее найти себе еду. Скорее всего это будет какой-нибудь кролик или заяц. Так, что у меня по воде, кстати, сколько осталось? Да, все, воды больше нет, надо будет еще воду потопить, так что пойдем за этими. По-любому уже день, потому что, ну сколько я спал часов, по-моему, первый раз я вроде бы 4 или 5 спал, потом 2 или 3. Ну короче, не помню уже сколько точно, но как минимум это должно быть. Да. Так. Но волка я точно нападать не собираюсь. С камнем. Нужен заяц. Рэнс, Митсис, погиб. Так, это получается какой-то еще один мост или это тот мост, который... Нет, я пришел слева. Это какой-то еще мост. И еще один волк. Потрясающе просто. Так, мне нужна какая-нибудь долина с кроликами. Вот. Вот. Вы-то мне поганцы и нужны. Мне вот интересно, типа, прицела так и не должно быть или что? Ну то есть я примерно вижу, да, где у меня точка, когда я навожусь на этот... На какой-нибудь предмет. Вот. Что-то тебе. О, тут уже есть мясо. Да что-то тебе. Вонючий, блин, кролик. Так, вот 4 килограмма. Это я буду, конечно, очень долго расцелывать. Не, наверное, шкура с кишками мне не нужна. Пока я только мясо возьму. Я думаю, что мой волк съем себя. Так, отлично. Серьезно, пока я собирал, уж повечерело. Сейчас вот этот полд пока поем быстренько. Но надо, блин, кролик прикончить от нового. Ооо. Так, давай, с голгами ретт мне не надо. И подлет не хочу проваливаться. Я не знаю, типа, come on. Черт, вы кролики. Хоть, хоть точку этого центра экрана себе рисуй. Может, ты слишком далеко, типа, от них. Ну вот видите, если я ближе подхожу, то все, он просто убегает сразу. Стой, ушастый. Стой, ушастый. Да! Хе-хе-хе-хе-хе. Засранец, милка. Иду, чтоб тебя. Ясно. Блин, долго шел. Надо было прям реально ускориться и бежать. Короче, не получается, что-то у меня с кроликом. Лучше я бы хотела с этого. Нет. Топор нужен, да? Да что ж такое же транс. То есть, он как бы руку-то достает, типа, прицеливается на... Где вот здесь вот центр в этой руке? Вообще, б это попал. Так, ладно, надо возвращаться. Церковь. Темнеет там уже. И плюс надо очень сильно покушать. И очень много надо покушать. Так, так тусуется. Но я зато много мяса собрал. Уже хоть что-то. Так. Картинная коробка. Кровать, нет. Костер был ниже. Дрянь, давай подшикай. Не быстро, конечно, но... Хоть что-то. Черт, вот, мне кажется... Хотя, блин, с лука тоже особо. Ну, там хотя бы прицел реально есть. И вишка застреляешь. Хоть стрела немножко и падает, потом вниз. Ну, типа, попроще. Почему убирается точка? Ну, типа, реализм, наверное, не знаю. Так, два часа. Давай. Сейчас поедим, погоди-то. Самое главное, надо отоспаться. Реально, прямо часов в семь, наверное, поспать. Давай, два литра. По идее, должно хватить. Нет, 11 минут осталось. 47 точно нужно хватить в лечении. Так, теперь. Все, я... Все равно сейчас пока буду спать, все... Вернется обратно. Ну, все понизятся мои показатели. Так, давай. Семь часов спим. Погнали. Я надеюсь, он нормально вдохнет. Пока. Так. Я прям, походу, в середине ночи проснулся, либо очень близко к утру. Но еще пока очень темно. Ну, пока очень темно. Так, какие-то аптечка. По аптечкам вроде ничего не надо. Я могу просто подождать. Не, я думаю, я еще посплю. Кровать бы только увидеть. Я просто не хочу спички зажигать, чтобы тратить. Так, костер. Кровать была выше. Где-то прямо в стенке. Вот тут вот вам должно быть. Не, походу, придется все-таки потратить спичку. Да, я вообще не туда подошел. Давай два часа еще спим. Все, отлично. Так. Я кишки выбросил. Ну, кстати, я, конечно, могу здесь их оставить, чтобы они просушивались. Я просто не уверен, что я за ними вернусь сюда. Вот в чем прикол. Мне нужен топор. Так, камень место есть. Ладно, погнали. Я поел, попил, отдохнул. Со здоровьем все хорошо. Пойду, наверное, дальше в сторону того моста второго. Буду продолжать двигаться вперед. Так, там три птицы просто так летают. Если что, я буду пытаться убежать, я не знаю. Конечно, возьму его в руку. Потому что я помню, что если его поджечь, то волк убежит. В церкви, значит, никого уже не осталось. Возможно, они куда-то дальше ушли. Или вообще ушли куда-нибудь в лес. Там, вон, блин. Топорик нужен. А у меня не этого, нет. А, как он? Ну, воркбенч, короче. Чтоб крафтить вещи. Там, скорее всего, я бы мог топорик сделать. И талатую какую-нибудь. Ну, или просто спальник, чтобы с собой носить, чтобы я мог спать где угодно и сохраняться при этом. Да, не вижу пока, что надо мышки написать. Надо машину прочекать. Возможно, я мог бы слить потом бензин, если что. Типа, для этого крышка бензобака есть. Не, похоже, там ничего не бывает. Ну, не знаю, сколько раз я уже искал, так ничего не нашел. Так, мы все в Милтон идем. Как же далеко он. Вот у нас порка. И вон еще какой-то дом. Слушайте, мне кажется, что тут новую локацию. Ну, либо действительно... Та локация, в которой не было. Город Милтон. А кто кричал мне? Или это я кричу? Эта вся эта область выглядит как будто бы заберет. О, ну, сейчас тут пул... Хотя вон печка. Дым из печки где-то там кто-то точно должен быть. Сюда я не походу. Слушайте, мне кажется, от надежды на то, что... Смок из печки. Кто-то там. Я только что об этом не сказал, при этом. Там почти все заколоть. Давайте сначала магазин осмотрю, потом пойду в дом. Может быть, там просто недавно костер был? Ну, в том плане, что растапливали печку и ушли, например. А дым остался. Ну, скорее всего, там кто-то прям есть. Опа-опа. Письмо из Кредитного союза Милтона. Так, сентябрь 2012-го. Господа, вследствие форс-мажорных обстоятельств, хорошо вам известных, мы не можем продолжать работу обслуживания банков, приостановиться до дальнейшего уведомления. Ну, посмотрим, что внутри. Тут точно должно быть много еды. Кто-нибудь что-то пить в банке, оставлял их там в холодильник или типа того. Что-то штука ели. О, баночка с водой. О, батончик. Ключ от дома управляющего банком. Открывать один из двух пилитов. А, его дом какой? Слушайте, я потом живу. Но, если что, надо будет потом вернуться. В церковь. Чтоб забрать высушенные кишки. Так, 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 так. Ой, с очень питьевой воды. Прикольно, я все возьму. Ну, давай. То есть, ее кипятить уже не надо. Я скоток. А, я мог внутреннюю дверь, видимо, разломать. Ну, точнее, сейчас-то я, естественно, не могу. То есть, шкафчик закрыть, если дергать надо. Тут у нас труд неплохо. Кроме газет. Может, пистолет какой-нибудь. Банка кофе. Неплохо. Кровяной чай. Тоже, кстати, хорошо. Трекеры. А, сейфовать дверь. Это будет в удобном. Шкафчик не было, значит, в другую сторону. Было. На 49 где-то. Та-да. Ну, или 48. Главное, прям вовремя остановиться. Ну. Ну. Так. Да, на 48 что туда, что туда. И обратно, сколько было? 51 где-то. Понял. 48, 48, 51. Ну что ж, Сизам, откройся, что внутри стопку бумаги, книга, Банкноты. Ширка, теряли ценность и все. Блин, я думал, будет что-то лучше. Например, какой-нибудь пистолет. Так, нажим. Ну, хранилище, естественно, не открыли. Да и что там? Ну, типа, ну, деньги, например. Или там какие-нибудь слитки лежат. Хотя, скорее всего, все вывезли. Раз банк закрыли. Не оставил бы здесь никто. Просто так, золот. Надо вот это тоже все пить пока, но совсем не испортилось. Я думаю, процентов до 30 вот здесь сжать, а дальше выпивать. Понятно. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Банк обыскали. Про товарственный магазин бы найти. Я, получается, от какого-то еще дома мэра нашел ключи. Вот, где он и что-нибудь. Пойдемте немножко мяса добыли. Холода особо в родне, там он был, хватит. Надо поскорее. Загружим, отключим. С топоратом он быстрее. И со специального ножа для разделки. То есть, вот не с такого маленького. Но это еще его найти надо. Либо с какой-нибудь мачете, мне кажется, еще быстрее. Так, дым. Погнали в тепло. Здорово, есть кто-нибудь здесь? Господи, ждите! Снимай огонь! Вперед ближе, слабый. Хорошо, хорошо. Просто смешно. Это бабка. Моя машина. Я крошу в море. Похоже. Слушайте. Поехали. Поехали. Вы думаете, потому что мои очки вверх, я не могу видеть тебя? Делайте правильное движение. Делайте правильное движение. Вы увидите, как хорошая шутка я. Я. Я не волнуюсь. Другие все ушли. Если ты здесь, то все должно быть лучше, чем они думали. С тех пор, как в небе появились огни пять отецких дней. Я так понял, это либо не озвучено, либо это просто баг того, что озвучки нет. Сначала все думали, что они в безопасности, а потом поняли, что они не готовы к тому, что произошло, и они сбежали. Никто из них не выживет. Откуда ты знаешь? В смысле? Ты ведь не видишь? Этого я не могу, но я знаю, что я слышу. Рано или поздно все их слова, все их ложь доходят до меня. Ясно. Кто-то такая. Меня зовут Маккензи, а ты... Лужицы зовут меня Серой Матерью. Тогда и я, и ты зови меня Серой Матерью. Хорошо. Так если все ушли отсюда, почему ты осталась? Они боятся меня, и даже если бы я могла уйти, то не стала бы. Я здесь родилась, здесь умру, все будет так, как должно быть. Так, как должно быть. Тебе не понять, что такое привязанность с жителем материка. Ясно. Что это за место? Что за город? Это Милта, небольшой городок в горах, ты далеко от дома. Но где именно на острове Великого Медведя мы находимся? Погода была ужасна, со мной лет упала. Ты там, где тебе следует быть чужак. Создатель в своей великой мудрости привел тебя ко мне, но какова его цель? Какова твоя цель? Я кое-кого ищу, мы держались вместе, но после она, наверное, куда-то ушла. Кажется, это было, когда впервые появились огни. Мне неинтересна твоя история, чужак. Я мерзну, если будешь мне полезен, я подумаю, рассказать ли тебе, что я знаю. Огонь скоро погаснет, собери мне дров, и тогда, будь марш, мы продолжим разговор. Вально. Дрова, где бы их найти? Ты рослый здоровый парень, ты без проблем найдешь дрова в лесу. Хорошо. Восьми топор в сарай, на заднем дворе, если надо. Я знаю, что некоторые горожане любят, рубят лес сразу за городом. Скоро вернусь. Понял. Редкая вещь в наши дни доверия. Многие из тех, кто посвящается вам на Птибут, относитесь к вам с подозрением, однако бы чувствовать желания, которые не могут быть исполнены без вашей помощи. Помогите им заслужить доверие, которое откроет доступ к полезным знаниям и местоположениям, предметам и многому другому. Посмотреть степень доверия персонажам в вашем журнале, чтобы побольше узнать о них, их потребностях и о том, в чем они будут получать. Да, все красное, то есть я не могу обыскать передо. Так, она сказала, что на заднем дворе, то есть мне надо здесь дома выйти. Тут хотя бы тепло. Я могу поспать хотя бы? Третья глава. Серая мать. Понял. Мне кажется, что если что-то здесь в краду, типа слепой женщины, то... Это что такое? Это будет как минимум очень странно. Еще выдумываю. Ладно, так, раз сегодня я ничего не буду пока что. Хе-хе-хе-хе. Так. Подожди, у меня одежда, что ли, сырая? Я хлюкаю так, как будто бы реально, но мне сырая. Так. Ну, давайте хуже. И ружбайка рядом, я думаю. Ладно, так. Бабуля, оставайся тут. Я туда пойду с дровами. Топор сзади дома. Сзади на дворе. Грендур, что ли? Угу. Кто-то должен идти. Отлично. Какие-то дрова... Эти я могу, или нет? Так, это куда будем? Ага, к вышке. Так, я тогда пойду сейчас обратно в церковь за кишками. Сначала тачки две проверить. Может зайти на почту еще зайти? Нет, с другой стороны, на почту я в любой момент могу зайти. Пока я тут. А вот назад возвращаться мимо волков это такое себе. Хоть пару раз что-нибудь выпало. Хоть пару раз что-нибудь выпало. Просто люди, получается, машины свои бросили, на которые зарабатывали столько времени и ушли. Ну, если они сразу тут не были, типа, знаете, для работы. Они, типа, казенные тачки. И что тут произошло? Что все уехали? Типа, я пока понятно не могу. Я надеюсь, не какая-нибудь блин дурацкая мистика. Типа, говорят, дух леса тут ходит. И ничего не такое. Ну, я даже могу зайти. Я думал, закрыто будет. Так, на почте. На почте куча бумаги должно быть. Перчи есть неплохо. Тоже наверняка есть всякие такие перекусы. Ммм. Кстати, экзак. Еще эти носки. Надо будет, кстати, потом... Ммм. Одежду не нужно... Это... На кусочки порвать. Пуст офис корректабл. Спасибо. А перевести? Маргарет, пора сворачивать прием почтовых отправлений из Милтона. Доставить их на континент все равно не получится. Но сказать об этом людям нельзя. Они поймут, что мы уже давно ничего не отвозим на большую землю. Нужно придумать какую-нибудь отмазку. Советы клиентам использовать электронную почту. Или, если есть деньги, заказывать доставку дронов. Я постараюсь не пропустить грузовик с почты. Но, честно говоря, надеяться нам особо не на что. Подозреваю, что Джек снова въехал в дерево где-нибудь в полной заднице. И грузовика мы больше не увидим. Да камон! Эх, надо было не давать им грузовик. Он ведь тогда выпил. Ладно, посмотрим, что можно будет сделать до связи. Я вас понял. Где же дальше? В чем не виноват? Потрясающе будет. Так, а ячечки уйти. Так, ну, туда проход заколочим. Все, больше тут ничего нет. Ну, погнали в церковь. Там, кстати, кто-то умер. С тебя ты, кстати, тоже ничего не забрал в итоге. Да нет. Нет. Так. Кролики против меня пока что выигрывают. Мы с большим преимуществом. Не попал опять. Вот. Я надеюсь, что он автоматом выбрал топор. Старая школа. Он бы застрял маленько и тут же убежал. Так. Топором. Да. На шесть штук. Шесть штук получу. Не, показываешь, в церковь не пойдем. Потому что, ну, я уже окочинял. Хочу есть пить. Ну, естественно, он не застил. Так, а это че такое? Это уголь? Уголь. Хорошо. По-моему, можно типа уголек закинуть в костер, чтобы он в итоге остался. Вроде как. У ganzen такой желтый, это что три олени что ли лежат мертвых. Там 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 какой-то. Там 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 вот у тебя вutan же горы птицы летали. Или буду? Нет, они, туда нелегают. Угу. сейчас это наступление голода и жажды и все раза в два и вообще никаких проблем не будет будет просто приятно раз в минут 15-20 персонажа покормить или попоить попал шопошник мелкий ненавижу тебя хотя нет ладно хоть до большой вилки нашел бед все вилки ну и и что слишком плоха для тебя и почему ты не берешь эту палку он взял да понял я даже маленьких деревьев пока не видел ну какие дровы потому что те дрова самые лучшие теперь они тут летают но здесь уже лежал овене уже облуталовить там вдали вы туда хотел бы искать потом так все я колел пак си тупечки просит дров 10 минут у нее там осталось так приготовим мясо оно видимо вечно будет 10 минут ой так это же так это же топ всегда будет 20 градусов тепла так во первых во первых мне нужно выбросить все все пусть лежит просыхает короче я подкидываю дров и не могу подкинуть дров и видимо должен с ней что ли поговорить двери закончить историю это большой дом ты здесь одна живешь это делать шаг не другому личные вещи не пытаюсь ничего стащить или ты никогда не узнаешь что мне известно о твоей подруге она что-то знает о ней возвращайся когда разберу с дровами но если вообще вернешься я разобрался текущей потребности палка гриб рейши повязка армейский рп консервный нож свежий шкура кролика или высушенная шкура кролика 50 будет так я могу дать палку гриб рейши или повязку давайте передам 4 гриба плюс 15 доверия пару палок одна палка одно доверие неплохо повязка а я типа ну ка историю милтона текущей двери 40 так чужак типа хочет узнать побольше о милтоне да мне интересно что здесь случилось чтобы понять милтон ты должен понять коллапс что за коллапс и видимо то что произошло это насчет землетрясений что ли мы тоже переживали не так как ты думаешь ясно консервный нож я и точнее отдам вот свежую шкуру кролика я бы ей отдал или высушенную но я не могу поймать вонючих кроликов так купить снике не хочу давайте попьем видимо я действительно должен прям кедровых дров притащить и тогда она посчитает что все норма так хорошо тогда я сейчас пойду спать высплюсь до утра и утром снова пойду вот за этими за дровами и до церкви дойду кишки тоже короче сюда притащу и вот это вот все вот получается мне нужно проспать наверное часов но я сейчас где-то 11 я бы хотел найдет 7 утра встать ну 8-9 часов наверное где-то так да 9 часов буду спать вот так что на этом серию заканчиваю спасибо большое за просмотр увидимся в следующей и счастливо не забывайте заходить в магазин gt.com теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно используя кодовое слово Jack первая ссылка в описании а